В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Почти 534 миллиона рублей из федерального бюджета получит Башкортостан на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Правила использования субвенции утвердили в правительстве республики. На господдержку могут рассчитывать семьи, где ребенок родился после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает сумму в полтора прожиточных минимума. Если под эти критерии подпадает, то данная семья становится как бы участником и может получить выплату. Это 8882 рубля. Данная выплата идет по прожиточному минимуму ребенка за второй квартал 2017 года и в дальнейшем будет выплачиваться. На начало февраля жители республики подали чуть больше 250 заявлений. По предварительным прогнозам к концу года таких выплат будет около 20 тысяч штук. Об этом сообщили в региональном министерстве труда. Ремонт старого моста через реку Белую в Уфе планируют начать во второй половине февраля. Об этом сообщили в управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города. На данный момент специалисты проектируют аварийно-восстановительные работы по замене деформационных швов. В середине января из-за сильных морозов раскрылись на 14 сантиметров и мост был полностью закрыт. Временные меры позволят открыть его для движения, но не снимут ограничения по грузоподъемности и скорости. Средства на ремонт старого моста в 200 миллионов рублей выделили из республиканского бюджета. Отремонтированные швы должны продержаться два с половиной года. За это время предполагается построить трехполосную вставку между мостами, которая компенсирует закрытие старого моста. Сейчас переносимся в Казань. Она оживает после сильного снегопада. За сутки у наших соседей из Татарстана выпала месячная норма осадков. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение, ограничили движение всех видов транспорта. Задержаны десятки рейсов в аэропорту. Отмечу, Башкортостан стихия обошла стороной. Все спокойно. А вот любительские кадры с трассы под Казанью. Скорость ветра превышала 25 метров в секунду. При этом столбик термометра в разных районах колебался от минус трех до плюс двух градусов. Обильно осадки парализовали общественный транспорт. Коммунальщики работали в экстренном режиме. Особое внимание уделяли расчистке трасс. Однако автолюбителям рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях. Многие добирались на работу на метро. Кто-то вообще не выехал. Машин на дорогах мало. И знаете, для меня самым главным инструментом в эти дни вчера и сегодня стала обычная лопатная. Не только для меня. Но ситуация уже меняется. И видно, как на дорогах ночью поработала специальная тяжелая техника. Сейчас работа продолжается. То есть видно, как очищают дворы, территорию возле остановочных павильонов, парковки, торговых центров. Конечно, месячную норму снега за три дня убрать, наверное, невозможно. Но местные власти обещают к выходным этот коллапс ликвидировать. Осадки в столице Татарстана прекратились. Их вероятность низкая. Однако уже завтра Казань может столкнуться с еще одним снегопадом. Правда, уже не таким серьезным. Целью слияния финансовой корпорации «Открытие» и «Бинбанка» называют «Синергию». Объединение будет происходить на базе «Открытия». При этом ему передадут филиальную сеть и хорошие активы «Бинбанка», бренд которого перестанет существовать. Как сообщил председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов, слияние организаций будет проходить в течение 9-12 месяцев. У вновь созданного банка будет единая филиальная сеть, 950 точек продаж в 70 регионах страны и лучшие дистанционные каналы. В то же время на санацию потребуется меньше средств. Продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью. Объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, на рынок. Об объединении двух санируемых организаций в Центробанке заявили буквально на днях. Кроме того, один из источников не исключает при этом сокращение сотрудников «Бинбанка». Правда, официально эту информацию нашему телеканалу пока никто не подтвердил. Далее РБК «Стройконтроль» и перспективы недвижимости. Не переключайтесь.